Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Ведьмак 3 Дикая Охота. Ну что же, продолжаем двигаться по сиротной линии, а именно по квесту Первый Ростки Зла, и, собственно, направляемся к Ольгерду, мать его. Разговоры под луной в прошлой серии у нас состоялись на этом месте, разговоры были довольно интересные, как написал кто-то в комментариях из подписчиков, скандалы, интриги, расследования. Ну, в принципе, да, я с этим как нельзя более, кстати, согласен. Так, давайте посмотрим сразу же на карту, что у нас по дороге будет интересного. Будут ли какие-то, может быть, знаки вопросов, либо что-то еще. Ну, как видим, в принципе, нет. В принципе, двигаемся мы в имение Агарин, то есть именно к тем ребятам странным. И, собственно, еще более странные вещи нам, собственно, в этих разговорах рассказали. Ну, впрочем, давайте скорее доскачем до места положения. Давайте, наверное, даже сделаем это напрямки через ночной темный лес. И, я думаю, так будет быстрее. И, в общем-то, там на месте все сами узнаем, как говорится, из первых уст. С момента записи прошлой серии прошло недели две, наверное, то есть предыдущая серия я записывал практически одним махом наперед. Собственно, нихрена не помню, на самом деле, но это, впрочем, не страшно. Сейчас будем вместе с вами вспоминать. Так, давай, платва. Я знаю, ты можешь. Скачи голопом. Вот так другое дело. Да, Геральт, Геральт, старина. Сколько нам с тобой всякого дрема пришлось пережить? А сколько еще предстоит в этом дополнении, чувствую я. Чувствуется мне здесь все это неспроста. Здесь происходят реально какие-то странные вещи. Так, тем временем мы прибыли к воротам. Там пожар, смотрите, как полыхает все, ни хрена себе. Офигеть. Закрыто. Так, ладно, давайте-то радвигаться по пунктирной линии. Я думаю, что она придет нас именно туда, куда нужно. То есть именно ко входу, который будет открыт. Но полыхает там знатно, между прочим, на самом деле. Да, отлично, есть ворота открыты. Как говорят краснолюды, на погибель с учим детям. Офигеть. Смотри, все сгорело. Ёперный театр. Какого черта? Ну, конечно же, куда же без загрузки небольшой перед катсценой. Эх, такое имение сгорело, офигеть. О, кого я вижу. Ведьма. Опять палку от метлы проглотил. Ха, как жизнь. Что у тебя на роже выросло? И как афирский сифилис подхватил. Вроде как. А у вас имение горит. Заметили? Это? А, да. Ну, ты знаешь, как бывает. Первушка-то хорошо пошла. Танцы, выпивка, веселье. Ну, и нас немного занесло. Оно и видно. А где Ольгер? Да, чтобы я знал. Где-то здесь, наверное. Нет! Умоляю! Нет! Захлопни пасть! Отпустите меня! Оставьте! Заткнись. Я с вами хлеб делил. Пили вместе. Воевали рядом. А вы хотите меня убить? Я же один из вас! Жестоко. Может, ты был когда-то, а теперь уже нет. В чем его вина? А тебе-то что? Не твое дело. Поговорим спокойно. О, а что сразу так нервно? Ты оглох, что ли? Убирайся отсюда, выродок! Я лишь хотел узнать, что здесь происходит. А вот и не узнаешь! Проваливай! Уйду, когда вы мне скажете. Да чего же ты упрямый хер! Атаман велел его казнить. Ну что, мы тебе сказали? Так вали отсюда! Не мешай! Вы не сказали мне, в чем его вина. Мне надо нервничать. Поговорим спокойно. Отпустите его или будете иметь дело со мной. Делайте свое дело, это меня не касается. Надо нервничать. Поговорим спокойно. Вы сказали, что Ольгерт приказал его казнить. Но не сказали, за что. А тебе не все равно, ведьмак? Все равно. Просто любопытствую. Он нарушил дворецкий кодекс. За это только одно наказание. Смерть! Что тут делается? Ну, вот и Ольгерт. Охренеть. Офигеть, жестко. Охрена себе. Этот человек убил его сам, без моего ведома. Его разозлило, что твой отец отказал нам в ночлеге. За это своеволие и нарушение дворянского кодекса он и был казнен. Какого хрена? Что еще для тебя сделать? Убрать ее. Как он сгаривает с мечом в груди? Твою мать. Так на чем мы остановились? Что ты такое, мать твою? Зачем все это представление? Хм, разве же это представление? Человеку иногда надо вкусить немного безумия, чтобы освежить вкус к жизни. Судя по тому, что у тебя на лице, ты знаешь, о чем я говорю? Да, это твоя подстава, между прочим, была. Блин, жалко мужичка ты на своем, не за что прогибли. Что-то как-то промедлил, и она была сродиться с ними, сразу вступить в бой, да спасти его, блин. Отказал в ночлеге, и за это казнили. Жестокие законы у них, очень жестокие. Никакого хрена, Ольга, что с тобой не так? Так, ты, наверное, не человек или что? Любой человек умер бы от такого, проткнули насквозь, мещом, прямо в середину груди. Ты бессмертный? Ты бессмертный? Смотря что ты под этим понимаешь. Да, убить меня нельзя. Но это вовсе не так приятно, как может показаться. Жить вечно не означает жить полной жизнью. Так это проклятие? Проклятие? Нет, не думаю. Скажу тебе так, будь осторожен в своих желаниях, ведь они могут исполниться. А ты потом будешь бодаться с последствиями. Да, спасибо. Если ты знаешь, что тебе почти невозможно причинить вред, начинаешь рисковать все больше и больше, покуда не обнаружишь, что уже ничто не может развеять твою скуку. Вся соль в том, чтобы миновать эту точку и увидеть за ней новые возможности. Будь осторожен в своих желаниях. Да, спасибо. Эту фразу мы уже где-то слышали. Ты узнаешь мой знак? Ты знаешь, что это такое? Я не уверен, но догадываюсь. Ты связался с опасным человеком, ведьмак. Я убил бестию в канавах. Ну, мои поздравления. Тебе полагается награда. И ты можешь взять себе что-нибудь из дома, если там еще что-то не догорело. Ну-ну. Трудный был бой. Когда я убил чудовище, оно превратилось в человека. Ты знал, что так будет? Ну, конечно, знал. Иначе бы он тебя в это не впутывал. Гюнтер один. Снова пришел поливать меня грязью? Нет. Я пришел получить долг. Но сначала ты должен... Найти помощника, чтобы исполнить три твоих желания. Вот он. Геральт из Ривии. Да. Гюнтер один. Вот мы и встретились снова. Геральт из Ривии. Я еще ни на что не соглашался. Не так быстро. Я еще ни на что не соглашался. Ну, согласишься, я уверен. Ты знал, что это Ольгер превратил того беднягу, афирского принца, в жабу. Он не упоминал об этом? Это весьма поучительная история. Я расскажу. Ольгер был некогда влюблен в прекрасную девушку по имени Ирис. Но ее родители выбрали себе взятья афирского принца. И Ольгер возненавидел его. Сначала он хотел его убить, но счел, что это слишком просто. А потом обрек его на страдания. Жалкую жизнь в обличье жабы. А когда ему наскучили мучения принца, он решил убить его. Твоими руками. Напомни мне один. Кто должен выполнить три моих желания? Мой помощник. Геральт. Так убирайся прочь. Не желаю видеть твою рожу дольше, чем необходимо. Страшные люди. Что, этот один? Какой-то он очень... Таинственный человек. Что этот... Мужик. А это так вообще? Куда? На конюшню. Мои люди уже собираются в путь. Реально страшный человек. Вижу, у вас с господином в зеркало какие-то споры. Мне бы не хотелось вмешиваться. Поздно. Ты уже вмешался. Он однажды помог тебе и теперь просит вернуть долг. Я угадал? Да. Ну так теперь ты не избавишься от него, покуда не вернешь. Но будь спокоен. Я придумаю такие задания, что тебе их нипочем не выполнить. Ха. Спасибо. Сделай все, что сможешь, и отдашь свой долг. А я буду жить спокойно, пока зеркало не найдет себе нового помощника. Спасибо. Помог. Будь, говорит, спокоен. Прямо успокоил. Легче стало. Это ты превратил принца в жабу? То, что он сказал о принце, правда? Это ты превратил его в жабу? Может, и я. А может, этот тупой афирский борчук просто чего-нибудь нажрался. С ними никогда не угадаешь. Не знаю, жратвы, от которой можно чудищем стать. Тогда бы один опился какой-то дряни. Ммм. И я наложил проклятие. Без мести. В полном отчаянии. Я тогда был другим человеком. Выкрикнул проклятие в гневе и даже не подумал, что оно может исполниться. Почему ты не сказал мне правду об этом чудовище? Хотел устроить сюрприз? Я просто хотел, чтобы кто-нибудь убил жабу. Откуда я мог знать, что заказ примешь ты? Когда на моем пороге появился ведьмак, я подумал, что это даже к лучшему. Все-таки вас за этим и учат. Может, его бы удалось расколдовать? Может быть. А может быть и нет. А впрочем, зачем? За тем, что это человек. Паршивый афирский пес. Это не человек. И горевать о нем нечем. Да, все больше и больше убеждаюсь, какой же ты все-таки сволочь. Ладно, всем чем заключается твой трикт желания. Наверное, проще будет, если я спрошу прямо. Что я должен для тебя сделать? Хм. Дай подумать. Раз у нас нет больше крыши над головой, пожалуй, с этого и начнем. Добудь мне дом Максимилиана Барсоди. Его дом? А что ты удивляешься? Надо же мне где-то жить. А это что такое? У тебя что, боги последний разум отняли? На грязного коня хочешь сесть? Пойди прочь. Знаешь, что бы сделал Витальд, если б такое увидел? Знаю. Витальд? Мой брат. Сам мог смердеть, как трехдневный анучи, но кони у него всегда выглядели, как на параде. Никто не умел развлечься, как Витальд. Жаль, что теперь он совсем не веселится. Поэтому ты сделаешь так, чтобы он отвел душу за все это время. Ясно. Будет сделано. А третье желание? Выполни сначала эти. А там видно будет. Ну что же, интересно. Значит, добыть дом какого-то чувака, видимо, какого-то зажаченного купца, потому что вряд ли он будет жить в деревенской халупе. А также и развлечь его братца, который больше не веселится. Что к чему, пока что не знаю. Какими-нибудь подсказками быть может? Посоветуешь что-то? Куда идти, с чего начать? Ты с ума сошел? Я не собираюсь облегчать тебе работу. Ну да. Логично. Было бы глупо ждать чего-то другого. Ладно, где тебя искать потом? Где мне тебя искать, когда я разберусь с домом и с братом? Кто же знает, куда нас в компании занесет? Вот что. Ищи меня в корчме в Аксенфурте. В Алхимии. Договорились. До свидания. Договорились. Договорились. Ну что ж, друзья. Игра приобретает совсем иной оборот. Все эти задания. С братом сложности быть не должно. Этот дом. Как же я ему принесу дом? Я бы наоборот. Не стал беспокоиться о доме. А вот с братом будет потрудней. Ну да, почему это? Как мило, что меня подождал, да. Как мило, что ты меня подождал. Я не оставлю моего помощника на произвал судьбы. Я думал, что должен выполнить три желания сам. Так гласит договор. Но там нигде не сказано, что я не могу тебе помогать. Думается мне, что с этими двумя заданиями тебе пригодится моя помощь. Ладно. Ну, рассказывай давай про брата. Почему с братом Ольгерда мне должно быть труднее? Потому что он уже несколько лет как мертв. Но некромантии не хватало бы. Некромантия это не единственный способ вернуть кого-нибудь к жизни. Есть еще ритуал призвания. Это выбор между чумой и холерой. Кроме того, мне понадобилась бы кровь призванного. Кровь, разумеется, призванного необязательно. Вот, держи. Откуда это у тебя? Геральд, Геральд. Ты страшно любопытен. Представь, что это кровь Эвериков. И проводи ритуал. Хм, а где мне найти этого Витальда? Не могу же я делать все за тебя. Используй голову. Род фон Эвериков был известен в этих краях. Наверняка найдется кто-то, кто о них слышал. Например, та рыжая красавица. Барышня Доктор. Не забыл ее? Хм, такую забудешь, да. Их правда красавица. К ней я с удовольствием наведаюсь, ладно? А что по поводу дома? Есть идея, как мне достать для Ольгерда дом Барсоди. Я знаю только одних Барсоди в округе. Они держат в Оксенфурте аукционный дом. Припоминаю. Однажды они чуть не продали с аукциона мои мечи. Но дело было в Новиграде. Они переехали. У тебя есть прекрасная возможность выяснить почему. Хорошо, я найду их. И что дальше? Не знаю. Может быть, на месте тебе придет что-нибудь в голову? Да. Возьми с собой побольше наличных. Могут понадобиться. За работу. Пора приниматься за дело. Не вижу энтузиазма. Ты же замечательно при этом развлечешься. Ну да. Жду не дождусь. В этом ты можешь быть уверен. Мне понадобится помощь. Где тебя найти? Я сам тебя найду. Удачи, Геральт. По поводу наличных, извини, но брать я с собой их не буду. Мои наличные. Это мои наличные. А с домом что-нибудь придумаем другое. Давайте, пожалуй, на раздумай и начнем. Или подожди. Я там был, мед, пиво пил. Поговорит Шаня о гробнице рода Эвериков. Новая статья о персонаже Витальд фон Эверик. Давайте почитаем. Любопытно. Глоссарий персонажа. Витальд фон Эверик. Геральт получил задание найти Витальд фон Эверика и сделать так, чтобы тот повиседился как никогда в жизни. Это могло бы быть наименее примечательным заданием ведьмака, если бы Витальд не был мертв уже несколько лет. Впрочем, загадочный господин Зеркал не счел это препятствие. Он передал Геральту склянку с кровью фон Эвериков и научил его чарам, которые призвал Витальда из могилы. Итак, Геральд отправился в фамильный склеп фон Эвериков и нашел последнее пристанище младшего брата Ольгерда. Так, хорошо. С этим, собственно, все понятно. Теперь дальше переходим к заданиям и смотрим. Сезам, откройся. Отправиться в аукционный дом Барсоди в Оксенфурте и разузнать о его владельце. Вот, пожалуй, мы, наверное, с этого, друзья, начнем. Желания Ольгерда были, как минимум, несколько нетипичны. Среди прочего, он потребовал, чтобы Геральт принес ему дом Максимилиана Барсоди. Однако он не соизволил сказать, где нигде он и дом находится, нигде ведьмак должен доставить ему данную недвижимость. Геральт знал только лишь, что ему предстоит отправиться в Оксенфурт, где семья Барсоди содержала известный во всем мире аукционный дом. Так, хорошо, давайте тогда откроем карту, посмотрим, что на нашем пути будет интересного. Может быть, какие-то все-таки знаки вопроса еще у нас там попадутся. Нам нужно ехать прямиком в Оксенфурт. По дороге, в принципе, ничего особо примечательного нет. Можно, конечно, проехать, наверное, здесь. Вот, раз, два, три. Пожалуй, последние знаки вопроса на границе карты. Давайте так и сделаем тогда, наверное, поедем по этим меткам. Просто потому, что потом мы когда-то еще в следующий раз покажемся. Да, Плотва? Ну, что ты там? Где ты там ходишь-то опять, а? Родная. Но пошла. Но пошла. Так, поворот. Ну, а теперь, собственно, по стариночке напрямки через туманный лес. Хоть цветает, а то хорошо. Так. Покажи, что умеешь. Не, лучше я не показываю, я лучше мимо пройду. Ну его нафиг, что-то как-то не готов я. Сейчас вступать в столкновение с какими-то рисными тварями. У меня есть дела поважнее. Волки, опять-таки, всякие и прочее. Шелупонь. Это все не по мне. Ну что, 600 шагов до цели тем временем остается. До первой из трех, до знака вопроса. А до нашей, собственно, задания, до основного, до нашей меточки, 1300 шагов. И расстояние, в принципе, уречивается. Потому что мы делаем небольшой, но все же крюк. Впрочем, лично меня это не особо смущает. Новое приключение, что может быть лучше, не так ли? Так, здесь плотва привознимогает все препятствия, собственно, только в путь. То есть и реки не являются помехой. Давай, родная, тут ты сможешь забраться, я надеюсь? Вот и умничка. Вот и чудно. Ну что же, как и обычно, делаем ставки. Что же нас ждет там? Гнездо чудовища, лагерь бандитов, спрятанное сокровище, или еще чего интересного. А может быть, покинутая деревня? Как знать. Как знать. Лагерь бандитов. Ну что же, тогда, я думаю, тут можно спешиться. Начнем, пожалуй, с простого. Наложим на себя квен. Тут же уже стреляет по мне. Так, спокойно. Блин, да как так-то меч сломался не вовремя, а? Ладно, ничего страшного, сейчас по-быстрому починим его. Потому что не гоже сломанным мечом воевать. У нас с вами, кстати, дофига всякого добра, которое надо бы продать. Так, мастера бронника это не то. Ученика бронника не то. Вот, мастер-оружейник. Подмастер-оружейник. Вот то, что нужно. Восстанавливают 40%. У нас как раз будет 90%. В принципе, неплохо. Так, спокойно, дорогой. Давайте этого добьем. Бедовагу. Хорошо. Ну, а стрелы свои можешь себе в задницу затолкать. На меня они, как видишь, не действуют. Блин, черт, не увидел тебя в кустах. Да что б тебя, а. Ты смотри какой. Ну, так-то лучше. А то со щитом-то каждый может. А ты попробуй без него. Голубо спляешь, неплохо. Минус еще один. И гребаный арбалейщик, конечно же. Отъехал, родной. Еще один. А, даже двое. Ну-ну. Черт, ладно. Подождем, пока установится запас игни. Раз. Два. Снова подожгли. Три. Ох ты, блин, а. Как мне повезло, а, бедолаге. Мне даже устало немножко, жаль. Ну, и теперь ты. Дам тебе шанс, нападай. Ну. Слишком долго. Нападай. Хорошая попытка, родной. Жаль, что это последняя попытка. Так, ну что же, я думаю, что можно... Не знаю, ласточку, наверное, не будем. Хотя, да, ласточка это то, что нужно, на самом деле. Лучше поэкономим еду, потому что ласточка все-таки, она может восстановиться. Здесь у нас какой-то интересный сундучок. Давайте почитаем. Элегантное письмо. Вы получили приз бич божий. Чертеж сарим. Ликтовый предмет. Смола. Пустая бутылка. Сапоги палача. Медвежье сало. И водная эссенция. Давайте сначала оценим, что за сапоги такие любопытные. Сапоги палача. Они похуже, чем... То, что на мне. Блин, у меня офигенный доферский доспех еще меня поджидает. Но для этого нужен 38-й уровень. У нас пока что даже половины нет. Этого уровня. Так, ладно. Как-то странно только что было. Вроде забрал предметы. Тут же еще раз их забрал. Любопытная хурма. Так, тут вроде все. Смотрим дальше. Теперь оставил струб обыскать. Любимое дело. И не подумайте, что геральт-мародер. Геральт лишь собирает то, что принесет вам по праву. Ремонтный набор. Ну, еще не к обронику, кстати, неплохо. Так, а что у нас там? Кажется, я сундук вижу еще один. Да, смотри-ка ты. Сныкали сундук наверху. Думали, я не замечу. Напрасно. Железная руда, пыль черного жемчука, кавалерийские штаны, большой ровный камень, даже бок. Ну, штаны кавалерийские, вероятно, будут хорошие. Но, однако, проверить оно может и стоит. Да, они явно хуже, чем то, что сейчас на мне. Ну, оно, в принципе, и понятно. Ладно, продолжаем обыскивать трупы, друзья. Отлично, еда подъехала. Приказы. Так, у нас уже есть элегантное письмо, и какие-то еще приказы. Сейчас почитаем обязательно. Перегруз у нас, тем временем. Ну, это, собственно, решаемо. Давайте начнем тогда все-таки с писем. Одно из них, как минимум, является вещь ли задания. Нет, это все-таки кровь. Просто показано здесь. То есть, это не та вещь, которая могла бы быть. Ладно, смотрим. Элегантное письмо. Даже две штуки. То есть, все-таки сундук, видимо, заглючил, а два раза поднял с него вещи. Ну, что же, бывает. Бывает. В собственные руки благочестивому рыцарю Антонио Пфайлю я необычайно рад нашему нетипичному сотрудничеству. Надеюсь, вы в добром здравии. Пересланные недавно эльфийские скульптуры я занес каталог и немедленно продал. Согласно договору, посылаю расчеты последних транзакций. К сожалению, мне не удалось завершить продажу пятый. Авторство Микель Ангеллаха в фирме Брандон и Ко. Компания старалась отстроить транзакцию в силу якобы временных финансовых проблем. По городу ходят слухи, что главный учтитель компании среди бела дня обокрял какой-то СИК. Белоголовый ведьмак. Но по очевидным причинам не согласился пролонгировать сделку. Посланец с вознаграждением появится в условленном месте, с нетерпением ожидая новой поставки Яромир Е. Карстейрс. Ну и теперь, собственно, приказы М. Ульриха. Антонио Пфайлю. Эльфийские руины очистить от всех ценных артефактов по выполнению задания, развести огонь и сжечь руины дотла. Что касается обнаруженных эльфских мноскриптов, следующая смена патрулей передается найденный чертеж. Расшифровкой займется наш оружейник. Любопытно. Так, ладно. Это, конечно, все здорово. Нам нужно что-то от чего-то избавиться. Давайте, наверное, поскидываем, может быть, пустые бутылки. У нас их 12 штук. Они что-то вообще весят? Нет. Нет, они ничего не весят. Поэтому и выкидывать их нет никакого смысла. Так, ладно, ладно, ладно. Тогда придется избавиться от чего-нибудь здесь. Какую-нибудь, я думаю, что дубинку можно попробовать впарить. Блин, они дорогого стоят. Ну-ка, вот эти. 208, 273, 375, 341, 300, 306. Может быть, какие-то сапожки. Давайте одни сапожки скинем, раз мы уж нашли такие в количестве двух штук. Одни все-таки, получается, не наши, поэтому можно их выкинуть. Так, бросить. Итого, по весу, в принципе, хорошо все. Но, правда, ненадолго. До следующего знака вопроса чувствуется у меня. Ладно, включаем тогда карту мира. И убираем, собственно, следующую отметку. Так, а вот, в общем-то, и она. Ну, а потом, я думаю, что после трех этих знаков вопроса поедем в Максинфурт. И там как раз-таки и продадимся. То есть, в принципе, план такой. Так. Да, ёперный театр. Платва, давай, ты же... Ты же можешь, я в тебя верю. Я знаю, что ты... Ладно, не важно. Не хочешь здесь, по-видимому, походными путями. Новая отметка, Килкерен. Здорово. Так. Ох, какой темный лес, а. Да, местечко, конечно, зловещее. Ладно, спешимся пешком, пойдем тут, в принципе, идти. Сто шагов. Ну, плотва как-то этого места не очень любит. Ну, лист явно будет какой-то чудовищей бедой. Вряд ли, лагерь бандитов будет в таком жутком месте. Ох, там что-то дофига. Спрятанное сокровище. Так, пока не вижу. Кто там, вижу, что сбегают небольшие какие-то создания. Замок Арнскрон. Волки. Волки, в принципе, это ерунда. А, леший. Какие волки. Это у нас леший, притем жесткий, 37 уровня. Хорошо. Масло против лихтов мне в помощь. И, естественно, дверемитовая бомба, пожалуй, тоже подойдет. Давайте используемые вещи. Начнем тогда с бомб. Дверемитовая бомба еще и отличная. Место, пожалуй, северного ветра. Так, теперь масло против лихтов осталось найти. Давайте начнем сначала от повешенного. Инсектоиды, дракониды, проклятые звери, магические твари, призраки, вампиры, реликты. Хорошо. Так, ну и, естественно, набираем дверемитовую бомбу. Так, родной. Завязывай давай своим колдостом. Давайте поставим что-нибудь другое, потому что это... Наверное, я думаю, что Квен. Тупо Квен. Используем. Можно, наверное, еще бахнуть грома. Тоже будет явно не лишним. Дабы атаки мои были посильней. Так, где он там появился? Ласточка. И понеслась. Как-то что-то бомба, так сказать, не очень помогает. Может быть, я ошибся с ними? Хрен его знает. Попробуем сейчас второк карт еще. Явный промах. 370. Тоже не густо. Нас одна атака отнимает больше. Нашим мечом. Ну что, сволочь, нравится тебе? Давай, покажись. Ах ты, еперный театр. Еще одну бомбу. И мощными атаками, на самом деле, критический урон. Хотя бы по 3 атаки, но лучше, чем ничего, я думаю, что. Опять колдует эту магию. Жесткую. И опять исчезает. Офигеть, он отнимает, конечно, здоровье. Не по-детски совсем. Попал. Да, чтоб тебя. Так, квэн, пожалуйста. А, возле облака 2 мента не могу делать квэн. Ну, естественно. Еще, пожалуй, ласточку. Несмотря на то, что у меня уже порог интенсикации скоро будет превышен. Пока что это необходимо, чтобы не умереть. Меч сломался. Очень не вовремя. Так, рюкзак. Блин, сильная тварь. На самом деле, очень сильная тварь. Ремонтный набор у меня тоже подходит к концу. Надо бы их, наверное, будет прикупить. Еще волк пришел. Да что бьего, а? Спокойно. Спокойно. Гребаные вороны. Так, ну, волк, например, отъехал. Да чтоб тебя, как больно-то, а? Ублюдки. Готов. Офигеть. Я думаю, что время еще гром бахнуть. Да подожди. Давай. Ну, водички попить, пожалуй, тоже не мешает. И, в принципе, понеслась. Так, квэн. Еще квэн. Гребаный леший. Да чего же жесткая тварь-то, а? Водички. Курочкой закусить. Надо добивать до конца. Готов. Фууу. Жестокий бой был. Реально жестокий. Что мы получаем награду? Толщенное плод чудовища, дымные осколки, укрепленное дерево, смола лешего и мутаген из лешего. Естественно. Да, реально жестокий бой. Ну, в принципе, так я и думал, что здесь будет какое-то чудище. Собственно, нельзя же такой темный лес. Так оно в итоге оказалось. Самое такое место лучше не найди для лешего. Печень волка, между прочим, очень даже неплохая еда. Давайте, кстати, покушаем, отхилимся. Не будем про это забывать. Так, пожалуй, поставим квен на всякий пожарный. И ждем, пока с нас поет интоксикация. Можно, наверное, еще скушать пока бутербродик. Так, собачье сало. Еще один волк. И теперь ищем сокровища. Дневник графа Рамилы. Часть вторая и окислившийся ключ. Любопытно. Так, давайте поставим нарасслеживать даже эту миссию. Почему бы и нет. И почитаем его дневничок. Что он из себя представляет? Нет, то явно будет вещь для заданий. Жалко, что не первая часть, а вторая. Но да ладно. Последние страницы вырваны из дневника графа Рамилы. Да будет проклят Анастасия фон Бурман. Да будет проклят весь их род. Наконец-то я нашел разгадку этой смертельной шарады. Ключ к ней обнаружился в одной из покрытых пылью книг в замковой библиотеке. Фрагмент неосборчив. Эта маленькая змея была помечена лешим. Вот почему эта чудовище напала на мой замок. Есть только один выход из этой ситуации. Задушил ее во сне. Она даже не пискнула. Теперь я наконец смогу покинуть темные замки. Слава богам. Чудовище ушло в небытие вместе со своим проклятым отродьем. Все это предприятие было кошмарной ошибкой. Хорошо, что сбережения от прежних предприятий сохранились замковой сокровищницей. Мне нужно нанять какому-нибудь магу, чтобы избирать таких случаев в будущем. Любопытно. Помечено лешим, значит. Насколько мы помним... Новое издание. Тайная жизнь графа Рамилы. Насколько мы помним, собственно, если леший кого-то помечает, то пока мы не убьем этого человека, либо же не снимем с него эту отметку, леший будет бессмертным. И даже если мы убьем, он будет заново возрождаться. Ну что же, в принципе, сокровища. Думаю, что найдем уже следующей серии. На этой ноте можно, наверное, заканчивать. Надеюсь, что вам понравилось. Старайтесь в комментариях, что вы по этому поводу думаете. И не забывайте про большие пальцы вверх. А для вас играла Комментировал Балда. Это была игра Видимак 3. Дикая охота. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.